пенчадум для meteor гейминг monkey king nature's profit для айджи виталити что скажешь на эти распики интересно то что манки кинга на фп так взяли видимо он у них flexi ца на самом деле немножко не помню я просто такой герой я удивлен что тускар не появился ни в первую ну в смысле не в стадии банов первые не в стадии пиков первых то что тускара рейтит и та и другая команда и метеор с ним по моему только с ним побеждали вот герой для них комфортный тускар снепка вот эти вот герои очень нравятся и метеором и айджи виталити и странно что они не появились сейчас но может быть но типа когда проигрываешь возможно пересмотрели рейд своих героев некоторые и решили попробовать поиграть чем-то новым чем-то другим не обязательно но дум сильный герой особенно если эти как обе команды играют пассивно то дом только в плюс идет этой команде довольно много коров отбанили на второй стадии банов минус морфлинг курса минус нага эмбер и праймал тоже в бане ждем последнего грамм метеор гейминг по контрпиком фреона прошлись айджи виталити на самом деле против которых против героев которые неприятно играть ну да мы рано открыли забанили контрпики полегче теперь будет интересно куда манкинг пойдет быть лет фурион тройка манкинг кэри но это флекс опять же но у них и закрывающих нет поэтому решать надо побыстрее нравится мне еще мирану для айджи виталити против энчантрес хороший герой хотя нет четвертая позиция для метеоров нужен хотя может быть и энча четверка на самом деле могут того же джакира добрать мне нравится джаки я сейчас буду после прошлых карт джакира форсить не знаю почему просто этот герой начал частенько появляться но и против уриона манкикинга это один из лучших сапиков так если так подумать манкикинга может сбросить с дерева там фреона отпушиваешь на линии хорош против этого героя про дизраптора еще не стоит забывать феникс появляется ускара все-таки запретили на ластбан метеоры но думали думали в итоге придумали бант ускара нужен какой-то плеймейкер в мид команде метеор гейминг потому что у вас дум который фармит себе слоты блин к бкб это надо феникс не особо такой плеймейкер энчантрес тем более ну можно снапку спокойно добирать проникса додумали бы всем колеба дизраптор вне то в этом роде дизраптор просто хорош популярные снапка чтобы фениксов подбить пока они решают сайленсора плюс шторма взять у них свои наработки ну солнце тоже конечно неплохо но сайленсор шторм это наработки из старых времен когда-то под глобал просто вырываешься каких-то героев убиваешь станов не так много их вообще почти нет ну пока такое чувство на забрать понятно что и сайленсор но нужно чем-то это шторма останавливать нужно чем-то играть какие у нас еще герои ну дыка есть какой-то который сайленсора меньше боится достаточно плотный тогда как стать неплохо мне тоже нравится я видел как взяли в итоге пока поэтому какая тундра играют просто у них драфт у них был doom dragon knight и они еще в рискинга сверху забрали вот эти три жирных героя которых очень сложно убить они на себя все прыгают все качаются еще нормально такой достаточно неплохой пик был осталось 5 секунд но остается кэри для метр гейминг убрали антимага против второго можно было антимага и на 18 качество добирать против таких героев понятно что есть темп наверное все таки надо было playmaker кого-то выбирать что осталось и джи виталити четверок не понятно если мк не четверка да ну да мк либо керри либо 4 и для виталити нужно либо керри либо 4 у них 23 3 гейминг они могут еще фуриона надо поставить можно и так и по и добрать 4 тройку какую-то под манки кинга но не все равно не ведет керри поэтому наверно тройку не так есть резон брать оставить фуру можно на 3 ну да он неплохо отстает чё в рискинга возьму также виталить как-то им неплохо кстати против дума под сайлансера сильная линия у вас уже есть шторм и фурион карри потенциал там вот цикабры скин какие-то такие герои достаточно прикольно смотрится яйцо конечно нечем ломать по итогу но это не страшно можно заголовок все сразу же потычки скинуться даже если там это яйцо будет стоять шторм там подлетит сайлансер на него скорость атаки неплохая фурион там тоже если рядом будут всех но баним фантом лансера получается кто же для него это фри игра будет если вы в рискинга возьмете как вот может быть жадновато показаться но хороший герой против уриона против шторма конечно не очень может проблем доставить брали тролля ну тролль кстати да тоже не такой не самый плохой вариант здесь вообще классическая урса какая-то урса в бане все нету меня-то классическое урсы у нас классический банк классическая урса теника тоже не отпустили хотя вот снапка до сих пор остается я не знаю ну да почему бы нет не знаю может быть просто тот что с фурионом типа милищника хочется да нет тени тени убрали от них божили являлся а здесь хорош он и порога феникса и дума да согласен на линии он слабоват просто-напросто такой вроде регена много но дамы же у него мало нему очень нужен левел осталось 5 секунд так на остается в рискинга даже уже хотя с шардом не особо важно ой в рискинг я вообще другим предлагал кого для метеорта осталось к герой чтобы против уриона простоял нормально неужели сфарк опять будет какой-то но время у них не так много 10 секунд дополнительного времени остается так что сейчас мы увидим героя это ли решили задушить может быть дом керри или ликан не дом ликан керри короче дом тройка стоп разве но лукан против мотки кинга не знаю как то есть не уверен я мог мягко говоря в этом пике он конечно против сапиков тут хорошо заезжает против уриона на стром спириту с манки кингом он ничего не делает но под пока дума по идее должен быть большим линия у него простая могут попытаться задавить знаешь под тайвинге когда у дума там блинк бкб появится у пока там пару шмоточек под второй доминатор люкана могут что-то и придумать но пытаться будут давить очень много зависит от пока как он разыграет серию против него вроде есть героя но если получится не подставить там под пару фрагов под глобал под никса когда сегодня будет неплохо я сейчас думаю мне интересно кубинт выберет все татаро на шторме и кто вот не совсем пока я понимаю как ему лучше здесь собраться но он-то точно понимает да мне кажется вич блэйд сашка будет такое вряд ли он будет тут бкб под глобал делать он постарается в максимальный такой дпс билд возможно линки сферу даже купит ну пока пока что же неплохо но вот вич блэйд сашка я уверен будет под глобал врываешься феникса быстро убиваешь пока мы что же быстро убить разбили смоками корея на вторая команда что кири сейчас у меня дискорд лагает перед включусь понял понял ждем волки бегут волки пытаются показать героев тут смоки герои находится поэтому никого не показывают с другой стороны бегут пенечки везде есть какие-то юниты на разведку волка нашли рейдинг варду установили таким образом на горке потыкали удар не стандартный вард в лицу противника часто ставят на горку но тут решили поставить под горку на ступеньки чтобы не сняли если даже спалят этот vision чем-нибудь так вот я хотел сказать про то что monkey king коровый матчап мне кажется вот если он вы форме свои шмотки как его убивать то думанки кингу я слышал у меня особо что делает особенно когда вот есть поддержка видишь транспирта и глобала как вот поэтому если у манки кинга будет хорошая игра он тут может спокойно солить то есть по драфту ты больше на и джи вид на и джи виталити да вот этот люка на улыновые колюкан какой-то даю на вас пик невинятный мне не особо нравится дикюкью подымпел забирает руна у дума итоге ширину для и джи виталити смотри вот сейчас придет фурион на линию с двумя пеньками 1 съедает doom а саркова перевален энчантрас ты такой что где мы из лоран тра вообще задушили но энчанта энчантрас уже взяла даже пытается пытается раньше пока не хватает да и думталов с удовольствием оба почитана нашей аналитикой еще два пенька есть что теперь а делать она лежа под контроль ли это главное марблю на топе уже побежал выпуливать пачку но как-то на фениксе с одним армором с маленьким офф спидом против сайланса это делается ой как с трудом еще бы тычку free fire и замедление от волков ладно пока живет марблю там еще волки решили сам перепулить мало то же самое сделал юкио на манки кинге тоже вывел пачку за там причем она там огромная ему еще одна бежит подвышку надо с ней что-то делать мало сообщение чего не покупал на линию как будто бы может быть пачка танк было не помню или даже не было ее до фас шлем раз шлем ну прям максимально фас шлем с одним топором пришел меди довольно сильно тотора перебивает эхо по крипам 14 на 2 против 8 на 0 свой матч-ап дальше продолжать динайд сильно стоит покажу ну пока хочет забрать опс пока что поставил сендерик но как через она все раньше крик дает хотя него партнер просто видел а довольно пассивенькие линии смотрим человек народу левый повода да на боте там просто съедает твоих пиньков постоянно думает качается но не сейчас дума может быть попробует что-то сделать левел на три дума если будет ну да со второй землей можно будет на фуриону набежать не так же зеленый перетяжки под руны можно исключение какой-то мидеров если активку заберут уже после этого манкинг пока по крипам не очень хорошо себя чувствует видимо изо всех этих перепулов много срезает покажет митер гейминг крипов до юфуриона также немного что у них прям пока подставился марблю крипов не доедает фирма получает эмбэк я думаю он доволен до умеет левел 3 он пока не знает что лучше качать devour кач или землю в агрессию но если получится напасть на вкачать землю если вот под конец the power когда прокнет он им первый возьмет что больше денег получить дикюки вышел на руну я буду я слежу задуман сейчас что же он выбран скачает получить ли он 50 золото просто да просто золото ну ладно как хочешь не начало но наверное уже будет до 2 лая там типа там когда крип съеден вот этот баф на тебе лежит если ты вкачаешь devour от конец ты получишь больше золота да и шел крипов тоже съел поэтому мог лишь не 50 получить если он сейчас стоит а пока ничего не делает но он продолжает стать пока уже практически четвертый левел у него будет вот земля уже в 2 есть или еще один стопа 0 не слишком сильно распушен может под inferno blade могут задавить но фурион вообще с подстава расу им стоит под нюкса нападать ну нюкс далеко конечно возможно сейчас поддавит думаешь у меня есть шишка билда и побежали так снимала нет свою но также работа чтобы параллельно дерутся так немного с джем чисто собачки марблю своими спиритами подкидывает тут бы самому марблю не приехать полетел до конца ой палки не падает юки это ошибка мне кажется пытается бодиблокать моласса с моласса не получается добыть блок и до конца и в итоге убивает марблю даже без палки получилось забрать он на дальше пойдет разминать потихоньку или не потихоньку или убьет все таки но настойчиво настойчиво так палка откатывается дерево может съесть и этого давай что еще раз под птицами тяжелую меди 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 нападают на пак подымпел под сайлентс он отпрыгивает пока штурм спирит сайл скончается летит до конца эхо пока еще живет отпрыгивает но получает тычку в спину хороший выхода дедик от дикюкю джи виталити начинают водору покажет хоть фури он на пути умирает но его можно продать не страшно купит он там аганим какой-нибудь свой будет за труд и давать этому люка ну аганим мне кажется здесь мастхэв первый шмотка для фуриона не надо тут ничего придумывать через молнии жадно играть в тяман кинг со шторм спиритом в команде поэтому конечно надо просто выходить в аганим давать какой то импакт не так много фарма забирать карты у дума есть молния съеденная вот интересно возьмется сейчас арканы либо все-таки в мидас пойдет на арканы деньги уже есть он перчатку не везет так что как будто бы собирается брать арканы просто вот ты взял эти арканы потом плюс ты взял кольцо это уже больше половины мидаса отдаляет эту шмотку на пока 5 нападение в миде под вор текс еще сюда прилетает пытается как помочь но есть им пилот дикюкью добивают пока в очередной раз может быть какой-то размен по шторма будет или нет похоже что нет да не вторым еще и убежал на герой фурион еще пролетел к тому же ребят я полезный он не успел правда ни одной тычки сделать просто подпушит tower но в боте думать тем же самым занимается но ночью светится на фурионе знаешь этот мем нет а я не беспокоиться ночью светится манкинга еще оставили но вот только она скоро будет 6 ну как скоро у него и домика до сих пор нет все-таки линии тяжелые феникс больше не выпуливают мой курьер подрезал волками снова по ней на старую от шторма на марблю моей а вот и не отменяется мы еще и на карапас и никто ловил хорошим поставим ой там за еще на кости и он тут прям все для шторма это какой-то free миг он решил за энчат расходить конечно не запахом но татаро прям мид секьюрит знатно с небольшой поддержкой от саппатов все очень хорошо получается на топе убивают маласоса там такс перетянулся по карте снова болят сайджи виталити очень бодро мы пока можем напомнить нашим дорогим друзьям зрителям о том что они имеют возможность получить стопроцентный бонус на свой первый депозит по промокоду dpc для этого можете регистрироваться приложение или на сайте бэдбом и лутать крутецкие бонусы пока что этот пик люка на как-то не оправдывает себя скажем так 2 600 натворца ну да все он ушел в лес и добиваться что уровень потому что на линии он стоять просто не может манкинг постоянно на него прыгает выходит в радианс потихоньку есть римку эхо ну так опять подловили феникса 051 monkey кинга 400 я смотрю причем он большую часть времени line solo стоял и ломают топ-вышку в общем под римку элпака с ультимейтом аликана могут попробовать на кого-нибудь напасть это единственный выход ну хоть что-то где-то сделать желательно шторма убить конечно в идеале да ну либо манкинга хорошие места делается люкан но шторм просто уходит стоит стоят варды хорошие что на реке было видно люкана что энчантрис было видно руна появляется у нас на топе аркан рун для сторм для сторма но почему-то дремку не был поставлен в итоге просто сейчас дремпл давай ее и как все плохо для мотива на не пытается хотя бы вышку открыть тут глиф правда есть тут шторм готов рваться ему хоть какая-то немножко помощь нужна и все и он готов там пока стаки забирает фурион он кстати через грейпнир по итогу играет немножко жадновато как по мне но не может посмотрели что не все хорошо на лайнах в принципе начали бодро решили что можно позволить себе такую жадность никс докачивал 6 уровень сайленсер с книжки получил глобал ладами то далее понимали было инфа то что не будем драться так и нападение на энчантрис у нас под аркан руной и тут она вряд ли вызовет еще и манг кинг пришел помог кстати он передумал и делает эхо сейбр на манг кинге а до этого что собирал у меня сакрид стоял в кильбай возможно он увидел фурион своего так понятно опять опять играть на мк не жадно придется да да опять что-то делать опять так сдушит уже вторую сайт вышку забирают осталось только ты один в мире думаю да не тоже скоро доберутся дается делать размены тер гейминг на топе стоят под леканом что пока через самонов ломают и через крипов не показывается боятся в них тем временем просто т2 в боте падают ну да там уже стоит таксал летит феникс и сеться нет у нее птичек да там есть глобалу тоже верно так на товар упал просто нашли еще и феникса мой как он и поймал а он на варде заметил швард стоит какой такой хитрый не повезло там лакс еще пандете прибежал он уже потом паспорта 2 упала на 12 минуте получается и у вас нет а вот после теперь внизу вы начнете приседать по экспе вы и так не особо выигрываете а тут еще будет еще 2 2 могут пока под глобал убить слепак в миде покажет на него могут прыгнуть нажать глобал и убить пока хоста может быть как-то спасется если не зачем станет тяжело там много до мыши насчет пока бегут на топ или нет или пока все-таки ой глобал нажали на шторм не угадал анлак как говорится они потратили только глобал который кроме как для нападения особо пока я не нужен вряд ли буду сейчас метеор что-то делать а вдруг у них есть формулю к она есть dream койл могут пойти этого шторма и наказать за такую ошибку вардик у них стоит опять кстати на том же месте поставили когда-то успели на солнце сейчас увидится на так курьер прилетел он увидел на тотора и до вардецам но пока очень медленно играет метеор и прям очень боятся все в итоге цепляет только сайленсера пятую позицию это совершенно не страшно для команды альзи виталити еще убивает его полгода но не хотят стакаться типа вместе ждут пока эхо сам разберется нашли дома смотри дикики может подсетапить фраг мк прыгает но ему нам отходит потому что просканили видимо скан есть ну смотри шторм кстати это такой сливовый билд выбрал решил бы к бэку пить после вичи блэйда может придумает мышки за рефильным ботал должен быть блэйда носить и может быть какой-то уже смог нажмут айджи виталить просто мы глобал через 40 секунд полетел пока шторм сперед за т.з. утра т.з. пробивает не очень бодро млекан уже бежит расход опять отдаем сайленсером этом все пока бедняга впитывает впитывает он ультимейты покажет вражеский это нелегкие будни пятой позиции а на трасс кстати подарки норной пак был вынужден делать он и ул против санкера есть виндок и в леса джи виталити решили подфармить все-таки манки ким хотят метар выйти нет ультимейта люка на есть глобал манкинг достаточно плотно опять постался сакад в кубой при нато саженора будет пока отпушил подарки мирную пачку достаточно бодро дом сюда летит могут даже пробовать драку принять дума есть бы к бэшечка дума это дерево 300 нитверса так на топе маласосу сейчас найдут ходит маласосу но манкинг прыгает и уже начинает стопить на шторм еще залетел сюда на пол маны палкой по голове дали маласосу ну вот неплохо такие сетапы с помощью никса делать находит глубоко он лика на не дали очень соревнований второй домик очень сильно растерянный метеор гейминг у макро то не прилетели в мид был power спайк бкб шки все ребята отошли из-за этого виталити что-то больше никаких движений дальше от метеоров не последовало там продали лика на тут дальше побежали фармить возможно стоил смог подлика на этого нажать на него форма не было они не совсем хотели драться мне хорошо тизи играет на энчантрис он вот фармит вражеский лес отнимает фарм его убить тяжело поэтому space пытается создать для своей команды в любом случае я не к себе решил сделать один диск в первом слотом чтобы как-то выживать переживать ну да иначе на него просто под глобал будет врываться шторм и убивать все время так хотя вы можете это прожмет может получится хорошо подраться я смотрю счет 413 и всего лишь тысячи перри фарма за команда виталити даже меньше на туда-сюда прыгает это вот все благодаря думу если бы не дум ну да раз было бы критично все у метеоров так вроде бы 10500 бегает что такие-то кнопки есть это слоты собираются манкинг опять передумал разберет он все таки эх сейбр и купит бкб непостоянный своих билдах вообще но все время такой анализирует анализирует так тут лучше это нет может быть лучше это не так ладно тут это пригодится круто что не по шаблону играют значит думает да покупает клепнир фурион вот мне кажется фурион вообще не думает фурион по шаблону да даже когда им про на ёлку прыгается так что нам у меня откатились пеньки от пеньков поставить о пеньки в monkey king и мало с кстати волками чекает глубоко хотят в топ выйти до появился второй домик хотят наверно подраться там жмут глип и просто пачку убивает пока у них там уже т3 подгрызается потихоньку не очень равна если будет даже в разминайте например ура может прилететь начать лучший момент мид тоже сейчас будет падать мне кажется сейчас метеор должна быть посильнее чутка хоть есть бкб на манкинге дамы же у них мало форма половина бкб тоже если кнопку жму с первыми теория то по идее не сильнее если хорошо жмут кнопки но тар все-таки упадет знаю что бегут на них самоках про сканили не хват стоит они под варда могут подраться идут чат раз идет ревелись байт байт на one post ок вижу сразу же понимаю что есть центре и точнее есть опсы бегут отсюда теперь стали под свой вард айджи виталити ждут противника но они не успели задавить то 2 в итоге куда-то дальше давить опасно как же ты нча надоедать на везде идет первое мне не хочется инициировать и она ломает вам весь виженс все смоки ревелит он просто армором еще бегает постоянно уже форсик седа пары наверное g виталити понимаю что раз уже тавра не задавали нет смысла там драться идем фармить дальше идем фармить бкбшку на татаро на татаро смог нападение совершить он отпрыгивает reaction ну вот о пассивности и говорил то что боятся принимать какие-то риски какие-то драки ну вроде бы есть глобал можете ворваться убить какого-то кора за этот глобал но есть опасность папа поймать дум на шторме и будет неприятно да если бы видели какого-то кора может быть и ворвались а просто под ворами хорошо двигаются метеоры так сален сайлера него есть что buy back плюс global есть прям придется если задавит далеко метеоры начинает падать 2 это два вышка у командой g виталити надо бы хотя бы как-то может быть т3 в боте напрячь и к этом на елке сидит пока ничего не делает дом т.п. нажал улетают на шторма успеет поймать нет не просто не так многом она была на отдыха не долетел был бандлак если вы успели его зацепить окно катапульта едет с катапульты можно и тару планы тут уже мк приходит я думаю они наконец-таки решат подраться по дефать свой т2 а у них нет глифа ладно не чем дефать т2 видят ликана почти решили прыгнули на ликана есть глобал бы к башку подрубает дом тут арена стоит ликана забрали еще когда года поймать да непонятно прыгнул бэклайн хотели нюкса попробуйте на дремку или подцепили фуриона надо что как-то его по дефать дефают думал же без бкб ему тоже опасно лезть в итоге разуменно люка на на глобал потратили еще дремку бка башки бка башки нажали с обеих сторон для джи виталити это устроил хода да 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 у них коров побольше они могут спокойно игру затягивать они молодцы то что все-таки аккуратно принимает драки иначе если они сейчас поддает лишние фраги их могут снова болить таким драфтом когда будут проблемы они ждут свой тайминг 3 быка башек когда и на нуре появится и на тотора вот-вот скоро появится тогда они невероятно сильные чего им бояться вот с тремя бкб дума раздум только на 1 герой там рошана пока выходит метеор они понимают что видимо чего-то ждут и джи виталити не хотят контактно играть этому решают забрать 1 рошана их просканили но никак не контест да можно отдать не страшно кто из заберет пак да это берет эгиду даже эту пятиминутку они могут продолжать играть просто split push растягивать героев особо не драться ульта фреона на фарм твоя любимая пожар когда так делают дабл дмэш на шторм спереди и бкб почти у него есть но очень аккуратный митер гейминг играют они там почти в основном все вместе бегают не подставляются под ганги никса да все стараются быть на своих вардах смаканулись андиск кстати появляется у марблю что так быстро его не заберстить блинг бы на паке очень многое дал бы команде митер но пока его еще нужно дофармливать сейчас заходит на двойку пингует на фариона дом может прыгнуть оранжи не хватает и фура отходит благополучно сразу летит на другую линию сплетить там люкан шардом еще кстати линии подпушивает осталось дабыл дэмэш следжи виталите ошибутся как-то неудачно драку примут им люкан быстро базу поломает но видно что драться не хотят в час расплечены час меди расплечены в боте видят героев может быть как-то подцепить кого-то руну забирает татара на вардах они все на вардах вот у один стоит вард на горке и видит почти всех героев да он проиграет на сайленсера сонициировал стомпом продлил сайленс разобрали недавно раздворить вижу за протекти лвард ультимейт у фуриона кстати по энчантер залетел понимаешь что он видит так никс сбегает кстати форму прожавли кант возможно зря и сейчас без формы захотят подраться мой куда он полетел то таро ты куда даже даже т.п. нет феникс показывает татара там мана бкб на грибах его до сих пор да не его поймают дом должен его ловить или не поймают нам блин потратил тут татаро хорошо сыграл бегают пошли устали пока забрали первый раз но все уже преимущество по эгису нет можно бить смокам мк уже с дезолятором мк уже собирается покупать себе башер есть global есть гост на си джей так что он не так быстро будет отваливаться от самом африкана ну должны драться на т2 а эгис то нет форума нет над спокойно дефекта ур так и есть все тп-шки тоже имеются бегут сюда неужели будут нападать на дуум с иницировал фуриона дом накинул под бкб-шкой отходит надо цеплять остальных тут сбивать нечем пока что цепили нчу не самая лучшая цель ладно забрали хотя бы тэзэшку марблю тоже пока под импелом рог моем диск улетел шторм за ним нравится нова но это такая чисто время выиграть улдаун отправить кнопку не знаю на что они рассчитывали то что очевидались будут не готовы задавить своего героя у вас не было пока с собой не было люка на как не тяжело заберстить внести какой-то быстрый дэмэдж в итоге минус дом минус бкб минус два героя уже уже перехват в топе ловит фурион дума ой а чё делать на докторе что не ничего да это парень уже такое чувство и фурион в соузу знаешь так наконец-то и дождались пока пройдет и гида пока появятся шмотки нашим еще повышение от них это ошибка от метеору было тогда ведь потратили они очень много потом еще дом пошел умер вне базы ну и как-то потихонечку игра будет высказать из их рук высказывать нет яйца нет айон диска у феникса на него синициировали быстро должны его забирать арина хорошая стоит по двум сапам под дрим койлом пока находится саппорт и айджи виталити но им особо ничего не делает ликан он бегает за ними его кайтят эхо залетел эхо добил но сасасина что-то манки кинг много урона получил пытается отхилиться палка 3 секунды палка 3 секунды дождаться бы нажать на же хороший трипл кел и его заберут только через дума но и дума за это похоронен ой опять докупит опор безвыходная ситуация он купил топор да ну конечно манки кинг прям на характере мне понравилось как то-то рапросто знаешь ты паут нажал на брат я полетел дальше ты сам 2000 золота заработали за эту драку интересный интересным была ли возможность упакать что-либо нажать чтобы задолжить эту палку он вроде и у не нажимал в этой драки совершенно возможно и у него должен был быть на этом он китинг да у него пассивка напилась видимо думал что добьют раньше не ожидал что-то успеет палку раскастовать спалки да пока убил про неожиданное кажется да было неприятно ир 3 шмоточки выпадают утончают бежит показывать героев казала ну что наигрались метеоры получается 6 тыс дарма уже для и джи виталити сейчас все они не задоминировали они не зажали противник на карте вот вроде ну а джи а детали хорошо пододжили драки не стали принимать файты когда они не были готовы а когда они были готовы не были готовы метеор гейминг так марблю будет на им тоже погибать вылетел lion диск сбили дикий кючево перехватит по идеям пилом до достает мы моим рядом рядом эхо не забайтится бы на этого марблю он успевает нову поставить что дальше просто разбивают яйцо и думу башда ладно ну не тот уже законченный гранат мы подождем вот это мучение метеоргейминг в этой карте я понял что произошло менеджмент джи виталити просто раздал своим игрокам по баночке торнадо энерджи они все зарядились нереальной энергией наконец-то побеждают согласен после того как так сонная игра протекла в нет гейме надо подзарядиться так он полетел лови монстры лекан включая неужели они хотят подраться пак прыгивает просто в карапасы арену дефенсивную больше заезжал манки кинг чтобы манки вы чтобы у люка на не было желание забежать две минуты дорожено подождут по фармят дум пингует на героев скоро дофармит актарин но вряд ли это как-то сильно спасет ситуацию что же делать действительно что же делать надо какие-то ну надо начать с дума в какого-то шторма или monkey кинга постараться убить этого героя быстро люка должен сапиков постараться сгрызть не знаю очень тяжело драка там теории идеально замесу митер гейминг должна чтобы яйцо взорвалось к тому же а это прям максимально сложно сделать чудо то дает довольно неплохие такие шансы но относительно той той ситуации которую мы видим 12 процентов как-то даже немного наверно как раз таки на эту теорию который ты рассказывал и дают эти шансы у гем появился пака может быть они vision с ним вот может быть и не свой поставят этого сыграют вопрос над force еще не так сильно отличается на преимущество действий что такого разрезает церкви дальше будут продолжать добьют френа да прям добили яйцо стоит на яйцо опять сломают яйцо не самая потная минус 2 уже у митер гейминг также забрали энч антрас люкан только сейчас прожимает форму у него кулдаун был до этого ваш первой тычки по паку полетел того тарану тот ранят маны опять форму люкан он просто у меня дежавю он просто опять на тоже спан бежит парни статы ульты кошмар люкан совершенно был плаз игры даже задачу по сгрызки саппортов не выполняет там уже много сейф шмоток да и плюс больно бьют просто если прибегаешь сам то больно бьют самонов тоже разбивают смотри магия чисел у митер гейминг в fight recap и заработано 666 золото для дума но не для дума для команды на то есть думе 666 золото где-то там еще рамзис притаился наверное команде так мы сейчас дожидаются фреона забирают рошана и будут заканчиваться джейтали я так думаю сайланс раскура рефрешер появится на секундочку рецепт пока рошан забирать будем чего ждем пока дума откатиться может ли не отпушить хотят вон там так полетел скипнул пачку ботин ты прилетает так шартик шардик для кого выбираем диск с феникса дикюкю импелом не попал под тайминг ну ладно здесь шторм разбирается муки кингом не страшно бкб правда на шторме так нажал потому что на лоу граунд видимо залетал на всякий случай шторм шардом у нас будет будет активировать оверлоу оверлоу точнее я кстати давно не видел его реализацию этого шарда на шторм спереди напротив феникса прикольно на самом деле что бонусный атак спид даешься яичко ломаешь побыстрее кончантрас вот я смотрю на тизе у него весь геймплей это бить лес в этой игре больше ничего не может сделать к сожалению такова ситуация у вас на карте неутешительная сейчас захиливается за нее погнали себе быстренько забрали дрян этого monkey кинга страшно становится заряжен просто шарт купил вот никс не нашел дума стоит хороший вардик видит он всю команду она нашли в барде кстати говоря манкинг пошел ой манкинга пропалили глобал нажали ничего себе а это на дума до нажали он напал на фориона опять и убьет его походу данной и удержать пытается блин будет об ой 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 красиво здесь ммм исполнил очень все-таки акторин решает дает немножечко функции больше для дум он же еще вы было очень много получил наконец-то на пол 20 получил полторы тысячи золота запаренных это жесть это жесть хочет рефрешер купить кстати говоря уже раньше появится рефрешим стоило может какой-то там слишком много коров на 1 кинешь тебя убьют другие так может на шторма сесть хоть манкинг рядом окажется там линкин сфера еще появляется на форионе потихоньку так айджи виталить могут просто пятером собраться и пойти закончить прошу просто хорошая не про не бегают стараются отпушить линии на топе будут ловить феникса будет погибать кнопки не жмутся но вряд ли отпустят то таро 10 0 12 манкикинг манкинг один бкб подрубает есть бкб от дума также лекан башен форму нажал абиссу не нажал классическая форма от маласа опять в лес поджога фашиста сеть жесть он бкб тоже приобрел рефреш на думе уже появился что можно неожиданно прыгнуть нажать дом нажать рефреш бкб еще дум линкин сферы есть на форионе поэтому один из этих думов может ну кого думить у одного героя линкин сфера у другого аэгис анда шторм спирит как-то подловить нужно но вряд ли пойдут на хг хоть есть аэгис но еще полторы минуты реализация диска есть такая си нормальный метеор гейминг пока эти или по карте возможно айджи виталити до слабились немного x есть уж тармань уже полил уже нет насчет полил не знаю но знают метеор геймингстон их его собирал ну поэтому они на базе сидят как при наличии моргле я думаю очень надоело умирать так запушиваются лайны и вот думаю дракон потому что он лес фармит вот в чем дело потому что 27000 networks из леса качается 1 нейтральные шмотки добиваем и собираемся вместе идем сто процентов они очень хотят а вот и сначала на ошибки поймать типа на варде но ветер не ошибаются но он выбегает смоках феникс пакова разбили пока вообще зачем станели убили баши еще прокают doom нажали пока что на кого-то там на кого нажали манкинга сайдинга понял будет второй дом на кого на старое 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 дороже арма но и в себя тоже в лотус шторма добьют шторма добивают дальше мк проигает палку раскастовывают тут конечно похороны уже для метеор гейминг но они хотя бы выбили оегу и убили шторма вроде как и два дума реализовали на по итогу то все равно это ничего не дает этого не хватает естественно пак подставился вообще ничего не нажал был байбэк у него кстати но он такой ладно парни надо было же байбэк со всем героем на самом деле странно типа когда вы принимаете так драку под базой ты хочешь особенно когда ты проигрываешь тебе надо с помощью байбэков как-то пытаться камбэкать последний глиф про юзаны и просто бьют и 4 вышку сразу же бегут в трон хотя там герои возрождаются до дума 30 остальные сейчас встанут станется голый трон да есть арена ну что бьют трон дэмэджа много смотрим у дума байбэк появился до конца гейминг будет нет нет похоже что трон арена не гонгал за но по драфту немножко перемудрили митюр гейминг не придумали они видимо какого-то кора который будет сильнее манки кинга они решили с помощью люка на как-то попробовать затемповать но в итоге этот люкан очень долго собирал доминатор очень долго включался в игру потом я бы не сказал что он прям с ультимейта что-то много знаешь шумихи навел по карте они сайленсер убивали два раза я помню через шейпшивд один раз второй раз поэтому люкан вообще не зашел конечно в этой карте а вот же виталис просто покором было сильнее они как-то не торопились фармили и спокойно закончили эту карту есть какие-нибудь советы и рекомендации кроме того как не пикать ли канон ласт пик что-то еще для митюр гейминг как им сыграть под файджи виталити потому что противник то объективно на голову выше нужно что-то хорошо сделать вот как думаешь но мне не понравилось то что вроде вы видите манки кинг на ферст пик а у вас нет ни одного героя который этому манки кингу что-то делает это очень странно просто типа взяли этого феникса вот жакира был бы лучше знаешь если так посмотреть на просто феникс просто умирал от сайленсера постоянно что в начале игры что в середине что в конце